В четвертой школе сегодня с самого утра проверяли детей на лишний вес. К весу самих детей это, конечно, не имеет никакого отношения. А вот их портфель вместе с содержимым подверглись тщательной проверке. Тематическую акцию, которая так и называется «Лишний вес», провела уполномоченная по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина совместно с детским советом, в который входят ученики, представители городской школы, школы-поселка искателей и российским движением школьников. Как показала проверка, вес школьных портфелей вместе с учебниками и тетрадями зачастую превышает существующие требования СанПИНА. Другими словами, на плечи школьников ложится недопустимая для их возраста нагрузка. Какой вес является допустимым для школьного портфеля со всем его содержимым? Этим вопросом хоть раз в жизни задается каждый родитель. Ведь порой кажется, что в ранцах лежат не учебники, а настоящие кирпичи. В портфеле Софии ученицы шестого класса ничего лишнего. Пенал, четыре учебника и тетради. Однако его вес – более четырех килограммов. Недопустим для возраста и веса самой девочки. Нет, я как бы привыкла. Ну, мне в пятом даже тяжелее было. Так что я как привыкла с таким ходить. Ходить с лишним весом за плечами для школьников, конечно, не проблема, если бы такая нагрузка не сказывалась на здоровье детей. Избыточный вес портфеля и его содержимого негативно влияет на формирование правильной осанки школьника. Допустимый вес учебников, письменных принадлежностей и самих ранцев установлен требованиями Санпина. Так, вес ранца без учебников для учащихся первых-четвертых классов должен составлять не более 700 граммов. Правда, как говорилось в опубликованном ранее обзоре, школьных ранцев, соответствующих этому требованию, на рынке нет. Так что родителям приходится немало побегать в поисках облегченной модели. Мы выбирали рюкзак по весу. На этикетке был указан вес ребенка. Сколько рюкзак весит? 900 грамм. То есть для веса вашего ребенка это нормально? Ну, да, наверное. Существуют также и ортопедические нормы, которые ограничивают вес школьного рюкзака от 10 до 15 процентов от веса школьника. К примеру, если школьник весит 30 килограммов, то вес ранца с учебниками и сменной обувью не может превышать 4,5 килограмма. Кроме того, требования СанПИНа устанавливают допустимый вес учебников и письменных принадлежностей. Так, комплект для учащихся первых-вторых классов не должен превышать 1,5 килограмма. Для третьих-четвертых классов не более 2. Для пятых-шестых не более 2,5 килограммов. Седьмых-восьмых классов не более 3,5. Для девятых-одиннадцатых классов комплект учебников и письменных принадлежностей не должен превышать более 4 килограммов. И более того, СанПИН устанавливает и допустимый вес самого учебника. К примеру, для первых-четвертых классов он не должен превышать 300 граммов. Почему ранцы на рейнмарских школьников не отвечают установленным требованиям, в этом вопросе теперь будет разбираться уполномоченный по правам ребенка. Особенно меня огорчили результаты по детям с 6 по 8 класс. Идет значительное превышение веса рюкзака. И поэтому мы будем собираться, конечно, и с учителями, и с родителями, и выяснять причины этого, и искать, конечно, выход из этой ситуации. Выход из ситуации, конечно, есть. Самый радикальный, как говорят эксперты, переход на электронные учебники, а точнее, на один электронный планшет. Масса экспериментального электронного учебника не превышает 200-500 граммов. Но самое главное, что это одно устройство с материалами по всем предметам. Впрочем, это решение проблемы в перспективе. А пока современные школьники пользуются старым проверенным способом по облегчению своих портфелей. Я посоветую, как я делал в свое время, мы брали с другом по парте два учебника. То есть он берет два, и я беру два учебника. Ну и тем самым мы не нагружались, и работали вместе, и мы еще сгружились более сильными. А так можно, учителя не разрешают? Учителя как бы не против, они даже за. И еще один совет для родителей учеников младших классов. Проверяйте портфели своих чат на предмет посторонних и не очень нужных в школе предметов. Таким образом вы сможете облегчить нагрузку на плечи вашего ребенка. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.